Сэкономить миллион и спасти с десяток жизней. Для студентов-платников из Медуниверситета запускают региональную программу компенсации стоимости обучения. В год за такого специалиста краевой бюджет готов отдавать до 170 тысяч рублей. В программе 200 мест. Войти в нее можно и на первом, и на шестом курсе. Условий несколько. Кроме максимальной цены обучения в 170 тысяч, вы должны быть студентом направления педиатрии или лечебного дела. И самое главное, вы не прочь поработать на Алтае три года. Медицинскую организацию они выбирают из списка, который опубликован на нашем официальном сайте. Выбрать они могут только одну медицинскую организацию. Документы должны подать в период с 15 сентября до 15 октября. В этом списке больше всего районных больниц, хотя Барнаул, Рубцовск и Бийск есть тоже. Будущие специалисты предпочтения отдают городам. Я всегда хотела учиться медицинским, помогать людям. Я готова потратить эти три года и вообще готова всю жизнь посвятить медицине. Куда вы поедете? Честно, не знаю. Осталось бы в Барнауле. Платить нужно большие деньги. Очень много кто хочет переводиться на бюджет, но это очень тяжело. И конкурс очень большой для перевода. А вы планируете ездить в Барнауле? Да. Но из 200 человек в Барнауле останутся только 60. Сегодня педиатров, терапевтов и врачей приемного отделения не хватает почти в каждом районе края. Антирекорд поставили в Заринске. Местная ЦРБ нуждается в 20 терапевтах. Мы планируем закрыть потребность и в ближайшие 4 года эту потребность устранить. Более расширенная версия для тех, кто сегодня учится в колледже. Здесь в конкурсе могут участвовать как платники, так и бюджетники. Вместо оплаты обучения студент сможет получать стипендию раз в полгода в размере 25 тысяч рублей. Наклоняемся белым ухом, слышим дыхание, смотрим, поднимается ребряная клетка. Назвать это целевым обучением нельзя, ведь стать участником программы можно в любой момент. Более того, есть выбор и возможность самому решить, куда идти работать. И здесь также стоит отметить, что такую возможность получили русские студенты. Их интерес, со слов Минздрава, очевиден уже сегодня. Анастасия Наборочкова, Алексей Фризин, Софья Яценко и Дмитрий Денисов. День с толком.